Итак, друзья, на фоне всех происходящих событий АвтоВАЗ принял окончательное решение об отказе от Lada X-Ray. После продажи АвтоВАЗа, само собой, компания не смогла бы выпускать автомобили, которые построены на платформе Рено. Поэтому они приняли решение сами отказаться от выпуска этой модели. Как утверждают эксперты, российский автопроизводитель принял решение свернуть проект и не ведет никаких новых разработок, связанных с обновлением автомобиля. Последнее обновление, которое было сделано для X-Ray, это обновленная мультимедийная система Enjoy Pro. И после обновления модель еще год выпускалась все равно без новой мультимедийной системы из-за нехватки электронных полупроводников. Также из-за санкционных ограничений еще больше осложнилась поставка любых деталей При этом АвтоВАЗ по каким-то причинам решил оставить Lada Largus, который создан на той же архитектуре. Сообщается, что на него спрос немного выше, и поэтому руководство предпочло сосредоточиться на выпуске именно Lada Largus. Впрочем, сосредоточиться на выпуске это слишком громко сказано, так как все обещания и планы АвтоВАЗа запустить производство в ближайшее время никак не осуществляются. Буквально на днях была информация, что на АвтоВАЗ до 20 мая должны поступить комплектующие из Китая, и завод должен начать свою работу без остановок. Но сегодня снова объявили очередной простой. Заводы в Тольятти и в Ижевске будут простаивать всю следующую неделю, с 23 по 27 мая, сообщил профсоюз АвтоВАЗа. По сути, крупнейший российский автопроизводитель не выпускает автомобили с конца апреля. И уже сообщается, что часть сотрудников занята на хозяйственных работах. Остальные же находятся в режиме простоя, с сохранением двух третей зарплаты. И в связи с очередным продлением отпуска, по факту, когда заводы смогут возобновить выпуск автомобилей, неизвестно. На данный момент во всем винят Китай и вспышку вируса. Но почему не производится сборка Lada Granta и Lada Niva в урезанных комплектациях, пока неизвестно. Как видно, без компании Рено АвтоВАЗу пришлось полностью остановиться и даже отказаться от модели X-Ray. Хотя, если смотреть статистику продаж этой модели, можно однозначно сказать, что автомобиль получился неудачным. Так как за время присутствия на рынке было продано 160 тысяч экземпляров. И это с 2016 по 2022 год. Это очень маленький показатель. Каким образом АвтоВАЗ планирует выпускать Lada Duster, также непонятно. Ведь он имеет полностью все европейские комплектующие и платформу. Но представители заявили о том, что это будет осуществляться. На этом у меня пока вся информация. А что вы думаете по этому поводу? Очень интересно узнать ваше мнение. Поэтому давайте пообщаемся и подискутируем. Также буду рад, если вы перейдете на канал для просмотра других роликов. И конечно, приглашаю подписаться на канал и нажать на колокольчик. Подписывайтесь на телеграм-канал Яндекс Дзен и до новых выпусков!